Юрий Михайлович, все, нет, все, вы скажете, все, давайте, Юрий Михайлович у нас на сегодня еще не говорил ничего. Я сейчас скажу речи, которые, возможно, сдадутся к кому-то крамольными, но я уверен, что про них нужно говорить в голос. Вот мы сейчас обговорили проблему выборкового правосудия, мы обговорили ее в контексте критерий так называемого списка Фюлэ, мы говорили про Юлию Тимошенко. Сейчас я еще раз скажу, что скажу речи, которые, возможно, немного неочекаемыми. Еще одна свобода выступает за, однозначно, за звольнення Юлию Тимошенко, как незаконно засудженою. Проте я не понимаю, почему мы, говоря про выборковое правосудие, игноруемо десятки, сотни и тысяч тих трагедий, которые сегодня строятся с обычными украинцами, про которых не будет говорить президент Литви, про которых не скажут эти чиновники с олимпийским спокойствием, которые сегодня у нас с Ялты рассказывали про внешние рынки и зону вільной торговли, про которые не скажут респектабельные политики, про которые не принято говорить с парламентской трибуны, с таких студий, как оця. Это трагедии, которых чему-то не видно из-за тонуваниых векон дорогих автомобилей. А эти люди страждают сегодня, и я думаю, что их доля не менее важливая, если мы говорим про Европу, как выбор, и про Европу, как ценности, которые, правда, идут от сердца украинцев. Я хотел бы напоминать про трагедию батька и сына Павліченков, незаконно засуджених киян, який символом садистской, антинародной, продажной и коррумпированной системы Украины. Я хочу сейчас применять уважение того, что происходит сегодня, в эти годины, когда молодого Павліченка перевели по этапу в Харковскую колонию, и там администрация теперешнего криминального оккупационного режима влаштовала ему такой пресс, что молодой хлопец был змушен из-за своей порезать вены, чтобы рятовать себя от тортур. Я хочу запитать, а когда мы начнем говорить про эти трагедии? Когда мы начнем захищать обычных украинцев? Скажите мне, пожалуйста, когда вы называете власть криминально-оккупационным режимом? Я думаю, я не перебольшу в данном контексте. Нет, это уже ваша совесть, это ваша позиция. Чего вы думаете, вы сможете достигнуть? Я считаю, что мы должны начать говорить про другой уровень взгляда на Европу. Нас в Европу с таким восприятием никто не узнает. Нет, окупации надо освободиться, понимаете? Европа не обмеживает лишь с правой Тимошенко вопрос выборного правосудия. И именно поэтому президент, до речи, с автором законодательской инициативы, что до внесения изменений в Конституции, где мы делаем реально независимые суды, независимые от политического тиска. Мы ухваливаем новый закон про прокуратуру, працюючи, и запрошуючи, до речи, опозицию до цієї співпраці. То вот питание, чи вы готовы не лишь взвинувачивать, а и ставить разом працювать? Ось виклик, який есть. Но лучше за все говорить, и те погано, и те погано. Всем, шановным народным депутатам, коллегам, звернуться с депутатскими запитами з приводу цього жахливого факту варварского поводжения із украинцами, которые перерываются за гратами. Хотел бы попросить Юрия Мирошниченко, как представника президента, а не просто представника партії региона, не втрутиться в эту ситуацию. А что до закону про посиление гарантій незалежности суддей, я должен признаться, что голосовал за него с тяжким сердцем. То есть мы не должны заглядаться на эту красивую европейскую обгортку, про которую мы говорим в контексте какой-то незалежности суддей от политических решений. Про что мы говорим на самом деле? Мы скасовываем любой влиянии органов, что обираются украинским народом, на украинскую правоохоронную систему и на правосуддие. У нас теперь судами будет заведовать Вищая Рада Юстиции. И про никакой реальной незалежности говорить не можно. Пан Юрій, я вам нагадаю, в программе вашей партії, в программе вашей партії, на обміну від того, что есть сейчас, з якою вы шли на выбор 2007-го, мы сделали совсем инше бачение незалежности суддей. Если вы не помиляете, там была теза про выборность суддей. Поправьте меня, если я не правый. И именно это реальная гарантия незалежности правосуддя в Украине. Только чему-то мы про это сегодня не говорим, а отдаем всю судовую гилку влади на откуп невидовим бюрократам и чиновникам из так называемой Вищей Ради Юстиции, на формирование которой парламент не матимет жодного влияния. Генеральный прокурор будет теперь вирішивать у нас, будет глава Верховного Суду вирішивать. Не знаю, как коллеги вирішить, это их справа. Шановные граждане Украины, брати и сестры, украинцы, это сейчас перед вами, но в приклад... Микрофон вынесите, пожалуйста. Дайте мне микрофон, коллеги, дайте мне. Что, я сам мой микрофон не носил? Есть, есть, вы говорите, но с микрофоном красивее. Маем приклад классичной кремлевской мягкой пропаганды. Ну откуда он... Небе-то либеральный кремлевский журналіст сейчас начинает выступать в роли вершника апокалипсису, малювать какие-то катастрофические сценарии, залякивать украинцев, которые живут от Луганска до Львова, от Чернигова до Севастополя голодом, безработием, холодной зимой. Я вам хочу напомнить, это все, что вы сейчас уже рассказываете, оно было. В таких странах, как Литва, Латвия, Эстония. Уже была ваша блокада. Не налякайте. Зараз, поюйте, будь ласка. Дайте, не перебивайте, будь ласка. Вы очевидно, что слушали. Ваш кремлевский пропагандистский брек. Будь ласка, не перебивайте. Вы все махали пальцами. Не махайте пальцами. Вы тут не вроде пророка. Подождите, стой. Вы не можете сказать простые слова. Шановные, я харчую вам, что вы будете жить нормально. Будь ласка. Не волштовите цирк, пан Гонопольский. Вам тут не Кремль, и не Лубянка, и не Арбат. Не волштовите цирк. У нас тут є похивцы кращих кров, ніж мы. Матвей, стой. Да, подождите. Стоп, стоп. Дайте завершим все-таки тези. Господин Михайтишин. Только единственное. Вы ведь историю. А, разом с Апраївом. Что? Дозволяйте тези все-таки до конца. Вы ведь историю. Хвилин сейчас, я прийду. Не приводите пример Латвии, Эстонии и Литвы. Почему это? Латвия, Эстония и Литва стали независимыми государствами. Да, и очень быстро. Они были неспроизненными. А Украина что? Яка залежная Украина, или что? 22 лет нам дурять голову. Совсем и никогда Борис Ельцин. Рассказывают, что мы имеем 40 лет, ни Литву, ни Латвию, ни Эстонию. Да, таки стрелял там в 90-м році. До, 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 до 91-го года. Можно тоже все-таки выстрелить? И это был не Борис Ельцин, а Михаил Горбачев. Давайте не будем... Давайте дадим слово Юрію, а я тоже маю что заперечить, я скажу свои слова. Прикладов я чимало. Був Захидный Берлін, який Сталин взяв в кольце блокады, и тоже сказал, что поставить на колено. Я вам хочу сказать, пан Ганапольский, украинцы могут быть разных политических взглядов. Они даже могут пока что разменять разную мову. Но я вам скажу, что их обеднает. Украинцы никогда не ставят на колено перед двома кремлевскими уродами. Это я вам точно могу гарантировать. Это я вам точно зараз гарантую. Пане Олійник, вы ожидаете, вы только что полностью монополизировали всю половину передачи. Сейчас, пане Олійник, маєте все какое-то вихоление. Это европейский, а не азиатский. Европейский Олійник нам даст зараз уроки европейский. Еще раз, конкретно сейчас, украинский народ, как никогда, единый в одном усведомленном. Действительно, не настанет у нас райское життя после 28 листопада. Я скажу больше, я уверенно скажу, оно станет тяжким. Мы не опитимся перед новым викликом. Россия, правда, начнет серьезный геополитический тиск на Украину. Но это не кара небесная, не катастрофа, не апокалипсис. Это шанс. Мы наконец-то сможем показать, что мы стаем дорослыми, как нация. Нация загартовывается в пробованиях. Нация загартовывается в кризовых моментах. И тогда, начиная с 28 листопада, мы, правда, складываем испорт на то, что мы дозрели до того, чтобы сказать, что Украина есть, будет и никогда не предполагает быть независимой. Но вы сейчас разговариваете на разговор от имени практически украинского суспільства. Пане Олег, можете разговаривать на 30 секунд, или нет? Вы же старший, поважный человек. Член суспільства. Позвольте. После того, как это станет, реально, мы понимаем, кто я, кто в Украине. Кто я, правда, проукраинский политик, а кто кремлевская марьонетка. Кто дбает за национальные интересы, а кто готовить сдавать свою страну в обмен на довечное рабство на кремлевских галерах. Я не знаю, какой будет цена этого конфликта, но я уверен в одном. Украина вистоять, и мы все разом найдем в себе ресурсы. Мы пережили две святовые войны в минулому столетии. Мы пережили три голода моря. Мы пережили и перебудову, и демократизацию. Мы пережили первого президента Незалежной Украины, который сдал ядерную оружие, и Чорноморский флот. Мы переживем и это. Украинцы показали, что это уникальная нация, которая способна выживаться в тяжких условиях. И даже ядерный сусід, энергетическая надимперия, нас на колено не поставить. А знаете почему? Потому что в украинцах есть то, чего нет в россиян. Дух национальной единственности и готовность жертвовать собой заради абстрактного идеалу свободы.